Хочу рассказать как избавиться от плохого запаха в картонных каких-то компонентах в книгах, настольных играх и тому подобного. Иногда есть необходимость приобрести какую-то редкую книгу или редкую настольную игру с рук и в принципе коллекционеры знают, что есть такая необходимость. Вот допустим у нас здесь перед нами довольно редкая игра, раритетная, которую купить новую практически невозможно, но если человек коллекционирует такой тип настольных игр, то ему просто как бы он вынужден периодически покупать игры с рук. И в этом нет ничего страшного, за исключением одной проблемы. Если игра пришла из дома, где есть курящие люди, запах этих игр неприятен. То есть для кого-то это не проблема. Для меня проблема, так как у меня повышена чувствительность к запахам с детства. Не знаю, просто для иллюстрации подробности этой особенности. В молодости я даже не мог встречаться с девушками, которые пользуются искусственной парфюмерией. То есть резкий запах, я начинал чихать и тому подобное. Так вот, из-за того, что у меня повышена чувствительность к запахам, у меня помимо хобби настольных игр, есть еще хобби ароматерапии. Я довольно успешно и хорошо этим занимаюсь периодически, то это хобби уходит, то снова проявляется. Раньше больше этим занимался, сейчас меньше, только по необходимости. Так или иначе, есть очень простой способ, чтобы избавиться от запаха табака и вообще от неприятных запахов с помощью очень простого метода. Я вам покажу сейчас, как на примере вот этой свежеприобретенной редкости. Довольно редкая настольная игра, но это, как говорится, дело отношения не имеет. То же самое можно сделать с любым предметом из картона или бумаги. Итак, нам нужна самая простая аромалампа. В принципе, любая. И несколько видов масел. В чем проблема с запахом именно табака? Дело в том, что он, так как он имеет тоже древесную природу, так же, как и картон, он очень хорошо впитывается и может оставаться запах, ну, не знаю, чуть ли не годами. Если, допустим, просто неприятный запах, да, вы поставили в себя дом, он как бы поменялся, через неделю уже ничего этого нет. Но если картон был в доме курильщика или даже в игру играли приходящие гости, которые курят, то этот запах очень долго, очень стойкий. И чтобы его нейтрализовать, мы используем некоторые знания из области ароматерапии. Что нам надо? Нам нужно какое-то агрессивное масло, которое как бы его перебьет в начале. Для этого лучше всего подходит масло чайного дерева. Либо из каких-то агрессивных, ну, можно, допустим, ту же лаванду использовать, если вам больше нравится. Но чайное дерево эффективнее. У меня оно кончилось в очередной раз, потому что я его использую для очень многих целей. Оно достаточно универсальное для многих задач лечебных и так далее. Поэтому возьмем капельку лаванды. Агрессивное масло надо 1-2 капли. То есть, оно здесь не основное. Потом берем основное масло, которое вытеснит из молекул картона. Не знаю, как это правило, по-научному, чтобы надо мной не смеялись. Но, чтобы вытеснило гранулы, не знаю, молекулы табачной гадости, нужно основное масло. И лучше всего здесь подходит любое хвойное масло, потому что оно так же, как и табак, тоже как бы древесное растение, хвойное растение. Оно созвучно по структуре именно с картоном, с бумагой. И, допустим, здесь нельзя применять цитрусовые, например, апельсиновые, грифрутовые и так далее. Потому что, во-первых, он не будет хорошо сочетаться, он не сделает. То есть, он как бы ароматизирует, но ненадолго. Табак его перебьет со времени. А, во-вторых, иногда оно очень плохо сочетается с солнцем, если вы будете играть потом вдруг или попадет в ультрафиолет. В сочетании с маслом цитрусовых, оно может исказить цвета, но неважно. Короче, цитрусы вы не применяйте. Берете любое хвойное, которое вам нравится. Самое лучшее это пихтовое. Для этих целей, именно для удаления запаха в картоне настольных игр. Берете пихтового и его уже нужно много. То есть, он будет основным элементом для вытеснения, допустим, капель 10-15. Чтобы был такой сильный запах. В принципе, все. Вот этой смеси достаточно. Если вам хочется добавить каких-то там ноток дополнительных, например, я сюда добавлю для космической нотки немножко цитронеллы, но это не обязательно. Либо, если вы у вас есть не любовь к хвойным запахам, можно использовать масло миры. Вот у меня коробочка, у меня баночка из Израиля. Очень неплохое масло. Оно достаточно редкое, но оно не обладает резко выраженным запахом. Оно, как сказать, оно очень такой теплый аромат, который просто удаляет, забирает на себя, нейтрализует плохие запахи. Но лучше, лучше все-таки пихта. Итак, все это добавили, включаем аромалампу. Даже для красоты освещение включу, правда его не видно. И сейчас аромалампа выдает такую взвесь, причем это как бы не совсем даже пар, потому что если вот, смотрите, держу достаточно долгое время руку, не появляется влаги. То есть она настолько дисперсная, настолько мало влажная, что нельзя, нет смысла бояться испортить картон. После этого очень простая процедура. Все компоненты игры обрабатываются аромалампой. Совершенно не нужно бояться, что типа влага испортит бумажные компоненты, потому что здесь настолько мелкая фракции, настолько мелкие фракции, они просто как бы доносят арома частицы до... В зависимости от того, насколько неприятный запах вашего обрабатываемого материала, можно дольше или меньше это делать. Я уже проделывал это заранее, то есть как бы я просто покажу для видео. Вот я вчера это обрабатывал, уже нету запаха никакого, эффективно очень. То есть берется так, просто запускается туда. Можно даже не по одному, а просто делать вот такую процедуру общую. В общем, это займет 10-15 минут. Обрабатываете все компоненты и у вас через 10-15 минут уже не будет никакого неприятного запаха. И после такой процедуры от вашей игры, книги или там не знаю, какой вам нужно картон обеззаразить, будет приятный лесной запах. Лаванда практически не чувствуется, потому что она нужна для того, чтобы убрать агрессивные компоненты негативного запаха. Она не играет особо здесь роли, но пихтой будет пахнуть. Ваша игра, это совсем другое дело. В общем, вот такой способ. Пользуйтесь кому надо. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, это кому-то пригодится.